Еще 25 лет назад нам не была известна ни одна планета за пределами Солнечной системы. Удивительно, но к настоящему моменту уже открыты тысячи таких планет, и многие из них довольно подробно изучены. Площадки Европейской Южной обсерватории, находящиеся в Чили, играют огромную роль в расширении и углублении этих знаний. Самое современное оборудование помогает открывать и изучать все новые и новые планеты вне Солнечной системы и их особенностях. Это Исокаст, передовая наука и жизнь за кулисами Европейской Южной обсерватории. Наблюдая за ночным небом, люди с древних времен задавались вопросом, существуют ли планеты, а особенно планеты, на которых есть жизнь, за пределами Солнечной системы. Астрономы тоже ставили перед собой эти вопросы, как многие другие. Много ли планет? Или их очень мало? Похожи ли они на планеты Солнечной системы или же совершенно другие? До недавнего времени технологии наблюдений были, к сожалению, не настолько развиты, чтобы дать ответы на эти вопросы. Но в 1995 году в один момент все изменилось. Была открыта первая планета, вращающаяся вокруг звезды, подобной Солнцу. Это потрясающее открытие было сделано астрономами из Женевы Мишелем Майером и Дидье Квело около звезды 51-й Пегаса. Экзопланета, названная 51-й Пегаса b, имеет массу, равную примерно половине массы Юпитера и вращается вокруг своей звезды с периодом немногим более четырех суток. Но это было только начало. За этим первым небольшим открытием последовала лавина все новых и новых. С тех пор были открыты тысячи экзопланет с разными размерами и орбитами. Большое количество этих открытий было сделано при помощи телескопов ИСО, расположенных в Чили. Поиски экзопланет – это трудная и одновременно очень интересная задача. Эти внеземные миры, скрытые от нас во мраке космоса, не излучают или излучают совсем мало света. Испускаемое ими свечение поглощается превосходящим по яркости свечением родительской звезды. Но современные методы наблюдений позволяют обнаружить эти трудно различимые экзопланеты. Слабое гравитационное притяжение экзопланеты на орбите заставляет сдвигаться ее родительскую звезду. Эти мельчайшие движения вызывают небольшое смещение в спектре звезды, которое может быть зафиксировано при измерении лучевых скоростей чувствительными спектрографами, такими как HARPS в ИСО. HARPS, установленный на 3,6-метровом телескопе в обсерватории Лосилья, является одним из самых современных в мире устройств по поиску экзопланет. На данный момент это самый успешный инструмент для поиска экзопланет с низкими массами. В 2010 году им была открыта самая большая планетная система. Эта система расположена на расстоянии 120 световых лет около звезды солнечного типа HD 10180. Она имеет в своем составе по меньшей мере 5 экзопланет. Многое также указывает на то, что в этой системе могут присутствовать еще две экзопланеты, одна из которых обладает наименьшей из всех открытых планет массой. Траектории планет также могут быть полезны астрономам при изучении далеких областей Вселенной. Когда экзопланета проходит по диску родительской звезды, то при наблюдении с Земли она блокирует часть светового потока, испускаемого звездой. Из-за этого яркость звезды уменьшается, что можно измерить. Кроме информации о размере экзопланеты, при изучении методом транзита можно также узнать состав ее атмосферы. Первый анализ атмосферы экзопланеты суперземли был проведен астрономами при помощи очень большого телескопа. Планета, обозначенная GJ 1214b, наблюдалась учеными при ее прохождении по диску родительской звезды и при этом свет звезды проникал через атмосферу планеты. В этом свете стало ясно, что в атмосфере планеты нет воды в виде пара и плотных облаков газа. Прямое наблюдение экзопланеты является очень сложным экспериментом, и первый раз это было осуществлено в Европейской Южной обсерватории. Очень большой телескоп впервые получил изображение планеты, не принадлежащей Солнечной системе. 2M1207b обладает в 5 раз большей массой, чем Юпитер. Эта планета вращается вокруг звезды коричневого карлика на расстоянии в 55 раз большим, чем расстояние от Земли до Солнца. Телескопы ИСУ оснащены новейшим оборудованием, но для того, чтобы всегда быть лидерами в изучении экзопланет, ИСУ недавно приняла в эксплуатацию два новых прибора. Сфир способен обнаруживать и изучать слабо светящиеся планеты, которые затмеваются свечением их звезд. И в скором будущем спектрограф Эспрессо будет доставлен на очень большой телескоп, и по мощности он будет превосходить Харпс. Европейский очень большой телескоп, площадка под которой сейчас строится в Чили, пойдет еще дальше в изучении экзопланет. Когда этот 39-метровый телескоп будет введен в эксплуатацию, он сможет обнаруживать планеты земного типа, а также свидетельство возможного наличия инопланетной биосферы. При поисках планет за пределами Солнечной системы вопросом вопросов остается, есть ли жизнь во Вселенной? За последние 20 лет наши знания об экзопланетах значительно расширились. Но поиск планет, подобных Земле, а главное, планет, на которых может быть жизнь, был и остается самой перспективной областью астрономии. Одиноки ли мы во Вселенной? Это неизвестно, но кажется, что ответ на этот вопрос вот-вот будет найден. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok